Всем привет! В эфире Универ-Ньюс, а в студии Диана Желенкова. О событиях из жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Работы профессора КФУ удостоились звания лучших статей Википедии. Ученые КФУ разрабатывают инновационный проект в сельскохозяйственной отрасли. Молодые ученые КФУ выиграли международный грант. 14 августа в рамках Республиканского августовского совещания работников образования и науки состоялась первая презентация университетской школы в Елабуге. Обновленные учебные заведения посетили президент Атарстана Рустам Мениханов, государственный советник Эртамин Тимир Шаймеев, президент Российской академии образования Юрий Зинченко и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафоров. Особенность школы в том, что она находится под патронажем Казанского федерального университета. Учебное заведение будет работать на базе общеобразовательной школы номер 5. В рамках реализации данного проекта здание было капитально отремонтировано. Кабинеты оснащены мультимедийным оборудованием и компьютерами. 1 сентября университетская школа примет 465 учеников. Конечно же, кураторство всего этого процесса университетом – это дает вам большой шанс быть конкурентным уже не только в республике, в нашей стране, но и далее. Берегите себя. С 1 сентября мы уже очень надеемся, чтобы вы могли в штатном режиме начать учебный год. Хочу пожелать вам хорошей учебы, ну и успехов, чтобы вы радовали нас. Спасибо. А теперь к другим новостям. Свободная энциклопедия Википедия – это сайт, для которого каждый может написать свою статью или отредактировать уже существующий материал. Тем не менее, система проверки статей на сайте анализирует и определяет степень их качества. Работы профессора Казанского федерального университета удостоились звания лучших статей. Все подробности далее. Профессор Казанского федерального университета установил рекорд в русской версии Википедии. Статус «Избранная» получила сотая статья Дмитрия Мартынова. Профессоры кафедры алтаистики и китай-видения института международных отношений к ФУ. В настоящий момент в русской версии Википедии лишь 1356 избранных статей, и 100 из них принадлежат Дмитрию Мартынову. Базовых интересов, наверное, будет три. Первое – это психология так называемого выдающегося человека. Я писал довольно много о художниках, о путешественниках, о Миклуху Маклая, например. С другой стороны, вот эти же люди – это уже приняты у второго интереса. Это высшая школа, это история образования, это история науки, все, что с этим связано. И третье – это то, что по латыни называется «Месцеланая». «Месцеланая» – это набор разных сочинений разных авторов на разнообразные темы. То есть в буквальном смысле именно то, что левая нога захотела. За 12 лет работы в Википедии профессор написал 406 статей и переработал еще 156 на самые различные темы. К слову, о самом Дмитрии Мартынове также имеется статья в Википедии, написанная коллегой из историко-архивного института РГГУ, профессором Михаилом Бабкиным. Диана Желенкова, Лев Халиулин, Универ Ньюс. Также в рамках визита в Елабугу Рустам Миниханов, Ментимер Шаймеев, ректор КФУ Ильшат Гафуров и президент Российской академии образования Юрий Зинченко посетили новый полилингвальный комплекс «Адамнар-Алабуга». Там состоялось Республиканское августовское совещание работников образования и науки, на котором был награжден профессор инженерного института КФУ Макарим Нафиков. С почетным званием «Заслуженный деятель науки Республики Татарстан». А теперь к другим новостям. Молодые ученые КФУ выиграли международный грант Российского фонда фундаментальных исследований и Национального центра научных исследований Франции. Все подробности в следующем сюжете. Проект структурной биологии Казанского федерального университета под руководством доцента Института физики Константина Усачева получил поддержку Российского фонда фундаментальных исследований и Национального центра научных исследований Франции объемом более миллиона рублей в год сроком на три года. Проект это у нас является продолжением нашего сотрудничества с Францией. Мы уже на протяжении шести лет ведем активную совместную работу. И этот проект посвящен развитию метода криоэлектронной микроскопии в исследованиях аппарата сензобелкаоста филокока. Это очень активно развивающийся метод. Два года назад была получена Нобелевская премия. Со стороны Франции партнером в реализации проекта выступает лаборатория Марата Юсупова из Института генетики, молекулярной и клеточной биологии. Совместные исследования ученых КФУ и Французского института в области структурной биологии проводятся уже на протяжении шести лет. И за это время была разработана методология изучения золотистого стафилокока и комплексов рибосомы с белковыми факторами. Лилия Баталова, Фаридзо Хитагле, Универньюз. В Елабужском институте Казанского федерального университета прошла благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Ректор КФУ Ильшат Гафуров и президент Российской академии образования Юрий Зинченко вручили детям сотрудников института, будущим первоклассникам, «Портфели со школьными принадлежностями». Поздравила их директора института Елена Мерзон. А теперь к другим новостям. В настоящий момент в России разрабатывается уникальная система навигации на Луне. Казанский федеральный университет принял участие в новой разработке. Подробности в сюжете. Казанский федеральный университет активно участвует в исследованиях, направленных на реализацию космических программ нашей страны. Одним из приоритетных направлений на данный момент является создание лунной навигационной системы. Работа над навигационным обеспечением продолжается уже не первое десятилетие. Результатом работы будет возможность построить навигацию около Луны, таким образом, чтобы координаты спутника и координаты на Луне были известны с максимальной точностью и скоростью. В настоящее время эллипс при лунении, то есть посадка, составляет 13 умноженные на 9 километров, но ученые практически добились точности в несколько десятков метров. Тем не менее, сейчас ставится совсем другая задача. Мы вот только что, вот сейчас начали опять работать с Роскосмосом, увеличить точность до 10 метров. Такая точность, она возможна, достижение такой точности возможно, если мы установим на Луне так называемые оптические лазерные маяки. Разработкой оптических лазерных маяков занимается научно-производственное объединение имени Семена Лавочкина в Москве. К маякам привязывается космический корабль. В результате при лунении космического модуля будет производиться с точностью до 10 метров. В настоящий момент ученые Казанского федерального университета занимаются разработкой математической модели нового устройства. В научных исследованиях участвуют ученые Института физики Казанского федерального университета. Профессор Юрий Нефедев, старший научный сотрудник Натальи Петрова, профессор Леонид Нефедев, а также аспиранты Загидульна Артур и Андреев Алексей, обладатели множества молодежных грантов. Ильшат Гафуров вошел в топ-10 самых эффективных ректоров вузов России. Рейтинг об эффективности деятельности вузов и их руководителей за 2019 год составлен на основе данных Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров занял позицию в интервале 9-17. К другим новостям. Ученые Казанского федерального университета совместно с агрохолдингом Агросила успешно разрабатывают и внедряют инновационный проект в сельскохозяйственные отрасли. Подробности смотрите в следующем сюжете. Ведущий агрохолдинг по Волжье, Агросила и Казанский федеральный университет успешно сотрудничают более пяти лет. Мы сотрудничаем по нескольким вопросам. Первый вопрос, который является очень актуальным для них, это переработка отходов, которые образуются. В рамках сотрудничества было разработано несколько технологий. Одна из них – термическая переработка отходов методом пиролиза. Это высокотемпературная обработка при 400 градусах без доступа к кислороду. В результате мы получаем продукт, который называется пироуголь или в английской транскрипции биочар, который является прекрасным удобрением. Данная технология прошла испытания и показала хорошие результаты. Благодаря использованию пироугля выросло количество и качество урожая. Вторая технология, которую разрабатывают и испытывают ученые КФУ и агрохолдинг Агросила – это биологический способ переработки отходов методом компостирования. За три года реализации проекта выбрано направление исследований и разработок. Получен пироуголь в лабораторных условиях, а также проведены лабораторные полевые эксперименты. Вот сейчас мы пришли к пониманию, какая технология будет реализована. Дальше мы будем осуществлять надзор за этой процедурой, чтобы процесс шел именно в том направлении, в котором он нам нужен. И использование компостов в качестве удобрения – это еще один элемент органического земледелия. Ильвира Зорина, Фарид Захитаглай, Универ Ньюс. На этом все. В студии была Диана Жленкова. Не забывайте смотреть наши выпуски в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok